Я возвращалась домой, я живу в соседнем доме, в 83-м. И вот была очевидцем такого происшествия, что на пешеходном переходе сбили бездомную собаку. Но она как бы не агрессивная, мы ее всем районом подкармливали, и уже знаем ее. И сила удара была настолько сильная, что ее просто, как-то показать, откинуло на метров пять, наверное, до бордюра. Они проехали дальше, остановились возле остановки, посмотрели вообще, что с машиной, потому что у них отвалилась передняя часть, бампер или защита, я не знаю, как это называется. Но не вернулись посмотреть, кого они сбили. У Светланы самой любимица по имени Луна, официальный член семьи. Девушка понимает, что от такого рода несчастных случаев никто не застрахован. Но как можно было водителю так равнодушно отнестись к живому существу, которая на протяжении некоторого времени в муках умирала на дороге. Для города проблема бездомных собак и кошек стоит довольно остро. И довольно часто они попадают под колеса автомобилей. Кто-то скажет, так и надо, развелось больно много, естественный отбор. Но с другой стороны, есть такие элементарные понятия, как жалость и гуманизм. Пускай и к четвероногим, но у братья меньшим. Отношение к животным – это своего рода показатель цивилизованности общества. В сравнении с Западом мы, конечно же, проигрываем. Участок по отлову и временному содержанию безназорных животных. Сюда не раз попадали жертвы аварий. Самый яркий пример – Мухтар. Более полутора лет назад его сбила машина. Молодой бездомный пес с многочисленными переломами позвоночника дополз до дома людей, которые его подкармливали. Они долго выхаживали покалеченное животное, пока не опустились руки. Так Мухтар оказался в приюте. И с этого момента для него началась новая жизнь. Пес остался инвалидом, но выжил. Более того, благодаря пожертвованиям ему приобрели коляску. А эта Тера тоже попала под колеса машины. Ее нашли возле авторынка. Неравнодушные свозили собаку к ветеринару. После она оказалась в приюте. Теру выходили, стерилизовали и нашли нового хозяина, который скоро заберет ее из собачьего общежития. А этот щенок буквально на днях стал жертвой ДТП. Водитель равнодушно уехал. Очевидцы позвонили зоозащитникам. Во вторник мне позвонила девушка и сообщила, что на участке дороги от 16 этажки до торгового центра лежит сбитый щенок и очень крещит. Когда я уже находилась в пути, кстати, мне позвонил еще и мужчина. И также сказал, помогите щенку. Щенка я отвезла к ветеринару. Диагноз перелом бедренного сустава. Будем выхаживать. На щенке есть ошейник. Пока ищем хозяина. Если не найдется, будем пристраивать новым после выздоровления. Зоозащитники говорят, если несчастный случай все же произошел, то не оставайтесь равнодушными. Привезите животное к ним в приют или хотя бы сообщите, где оно находится.